Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале 13. Ознакомься с главной темой сегодняшнего выпуска. В Россию из Лаоса привезли 30 танков Т-34. Москва продаст Армению, если убедиться, что взамен получит Азербайджан. Мы изначально боролись с террористами по ту сторону границы. Мехмед Шавушоглы. Танки доставили по морю во Владивосток. Далее их по железной дороге отправят в Московскую область. Как отметили в военном ведомстве, 34-ки до недавнего времени, состоявшие на вооружении Лаосской армии, полностью исправны. Танки доставили по морю во Владивосток. Далее их по железной дороге отправят в Московскую область. Как отметили в военном ведомстве, 34-ки до недавнего времени стоявшие на вооружении Лаосской армии полностью исправны. О возвращении танков в Россию удалось договориться в ходе визита министра обороны Сергея Шойку в Лаос в январе прошлого года. Т-34 – легендарный советский средний танк периода Великой Отечественной войны, который серийно выпускался с 1940 года. Машина была основным танком Красной армии до первой половины 1944 года до поступления войска модификации Т-34-85. Многие эксперты, в том числе немецкие генералы, называли 34-ку одним из лучших танков времен Второй мировой войны. В течение прошлого 2018 года серьезных изменений в процессе урегулирования Карабахского конфликта не произошло. И в 2019 году тоже существенных сдвигов не будет. Но Россия спровоцирует новые столкновения в зоне конфликта, чтобы напомнить обеим сторонам, кто именно является принимающим лишения в этом вопросе, считает бывший специальный советник Госдепартамента США Пол Гобов. В течение прошлого 2018 года серьезных изменений в процессе урегулирования Карабахского конфликта не произошло. И в 2019 году тоже существенных сдвигов не будет. Но Россия спровоцирует новые столкновения в зоне конфликта, чтобы напомнить обеим сторонам, кто именно является применяющим лишения в этом вопросе, считает бывший специальный советник Государственного департамента США Пол Гобов. По его мнению, президент Азербайджана Ильхам Алиев стремится к умеренному сближению с Москвой, а Москва, убежден Гобов, готова не колеблясь предать Армению, если узнает, что взамен получит Азербайджан. По его мнению, дипломатический процесс вновь войдет в тупик. Гобов считает, что если вопрос Карабаха будет решен в пользу Азербайджана, это даст США еще больше возможностей для того, чтобы изолировать Иран, поскольку решение Карабахского конфликта означает, что Тегерам потеряет возможность влиять на политические вопросы на Кавказе. Но Москва это понимает и сделает так, чтобы не допустить этого. Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлуд Шавушоглы выступил за осуществление совместного с Россией и Ираном контроля за выводом американских войск из Сирии. Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлуд Шавушоглы выступил за осуществление совместного с Россией и Ираном контроля за выводом американских войск из Сирии. США сталкиваются с некоторыми трудностями в процессе вывода войск из Сирии. Мы хотим координировать этот процесс вместе с Россией и Ираном, с которыми наладили работу в рамках астанинского процесса. Это нужно, чтобы террористические организации не заняли освободившееся место после ухода США, сказал Шавушоглы. Он отметил, что Анкара продолжает совещаться с сирийцами и со всем мировым сообществом относительно того, как необходимо улегулировать ситуацию в Сирии. Министр подтвердил решимость Анкары продолжить бороться с террористическими организациями в Сирии, в частности, с запрещенными в Турции курдскими формированиями сил народной самообороны и рабочей партией Курдистана. Мы изначально боролись с террористами по ту сторону границы, отметил Шавушоглы. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина самым большим подарком для НАТО. Об этом он заявил на конференции, организованной в Индии Атлантическим центром Observer Research Foundation при поддержке индийского правительства. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина самым большим подарком для НАТО. Об этом он заявил на конференции, организованной в Индии Атлантическим центром Fraser Research Foundation при поддержке индийского правительства. По словам Петреуса, приход Путина к власти дал Альянсу новый повод к существованию. Бывший глава также предположил, что Вашингтон оспорит новый геополитический порядок, в том числе и при помощи НАТО. Несмотря на критику Альянса со стороны Дональда Трампа, Белый дом продолжает развивать планы по увеличению американского военного континента в Европе, добавил генерал в отставке. На сегодня все. Встретимся в следующем выпуске.